Санкции, ограничения, невозможность расчёта в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолётов, санкции во всём, везде. Самое большое количество санкций в мире, которые применяются, это применяется против России. В Японии за обход санкций впервые арестовали россиянина. Полиция Осаки арестовала 38-летнего гражданина РФ, который подозревается в том, что в январе 2023 года экспортировал гидроциклы, двигатели для кораблей, поддержанные мотоциклы в Россию, в обход японских санкций. Всего речь идёт о товарах на сумму примерно 42 миллиона иен, а это около 260 тысяч долларов, как пишет Никей, задержанный представитель торговой компании «Астраде». Япония прекратила поставки в Россию новых и поддержанных автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра, а также гибридных автомобилей и электромобилей в августе 2023 года. Накануне посольства Японии в Украине от имени всего японского народа выразила слова поддержки и сочувствия в связи с террористической ракетной атакой РФ на детскую больницу в Киеве. При чём здесь Россия-то? Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр запустил сбор гуманитарной помощи для украинских детей, пострадавших от русского ракетного теракта по детской больнице, и приедет в Киев для того, чтобы обозначить отношения венгерской оппозиции по войне в Украине. Орбан – это не вся Венгрия, а Венгрия – это не только Орбан. Это факт. Зеленский, выступая в Вашингтоне, заявил, что Украина остановила наступление сил оккупанта на Харьков благодаря разрешению США применять американское оружие по военным целям России. «Представьте, как много мы можем достичь, когда снимутся все ограничения. Украина сможет защитить города от российских КАБов, если США позволят ей уничтожать российскую военную авиацию американским оружием на российских базах. Это даст моментальный результат, и мы ждём этого шага», – сказал президент. Выяснилось, что для нас это проблема. Украина получит пять дополнительных систем ПВО от США и партнёров. Об этом заявил американский президент Джо Байден на торжественном открытии саммита НАТО в Вашингтоне. 75-й юбилейный саммит Альянса начался накануне вечером. Кроме 32 постоянных членов Альянса, на мероприятии представлены 35 стран, в том числе Украина. Его открывал президент США. «Подавляющее двухпартийное большинство американцев понимает, что НАТО делает нас всех безопаснее. Тот факт, что сегодня здесь представлены как демократическая, так и республиканская партии, является подтверждением этого факта. Американский народ знает, что весь прогресс, которого мы добили за последние 75 лет, произошёл за счетом НАТО. И американцы понимают, что произойдёт, если НАТО не будет». В ключевых тем саммита остаётся Украина. Байден заявил, поддержка Киева останется непоколебимой. По его словам, в ближайшее время готовятся поставки десятков тактических систем противовоздушной обороны. А также четыре системы Патриот, три от США, Германии и Румынии. Ещё одну соберут Нидерланды с партнёрами. Также Италия передаст дополнительную систему Сэмп-Ти. В частности, по словам Байдена, речь идёт о передаче комплексов НАСАМС, Хоук, Айрис-Т и системы Гепард. Это поможет ещё больше расширить и усилить покрытие противовоздушной обороны Украины. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены Альянса подпишут новое оборонно-промышленное обязательство. Как утверждается, первым его элементом станет увеличение расходов на оборону. Другим основным элементом станет то, что страны-участницы должны тратить ещё больше на оборону. Столтенберг также отметил, что члены НАТО примут решение, направленное на более тесное сотрудничество с партнёрами, в частности с Украиной. Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне продлится до 11 июля. Переговоры Зеленского и Байдена запланированы перед заседанием Совета Украина-НАТО. Это будет третья встреча украинского и американского лидеров за несколько месяцев. Господи, благослови Америку! В Совете Безопасности ООН прошло экстренное заседание из-за российской массированной ракетной атаки и удара по крупнейшей детской больнице «Ахмад Дед» в Киеве. Заседание созвали Великобритания, Франция, Словения и Эквадор. Во время обсуждения постпредукраины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россия намеренно целилась в самую уязвимую группу общества – в детей. Он призвал лишить страну членства в ООН. Кислица добавил, что Россия находится в списке позора за преступления, совершенные ее вооруженными силами против детей. Подтверждение тому – выход из добровольного соглашения ООН, направленного на защиту больниц и поставок гуманитарной помощи в Сирии. Как результат, большинство стран осудило нападение России на Украину. «Мы собрались здесь сегодня, потому что Россия – постоянный член Совета безопасности. Нынешний председатель Совбеза напала на детскую больницу. И у меня даже мурашки бегут по спине, когда я произношу эту фразу. Россия напала на детскую больницу, средь бела дня, убив и ранив детей». Представительница Великобритании заявила, что атаки Российской Федерации является позором для Совета безопасности. А дипломат из Франции назвал удар под детской больницей очередным военным преступлением, за которое Москва должна понести ответственность. Свою позицию высказал и представитель Польши. Дети, которые остаются в Украине, сталкиваются с риском смерти и потери здоровья. Имеют очень ограниченные возможности для развития образования. Позвольте мне внести ясность. Мы имеем в виду не только Украину, но и детей в каждом конфликте. По оценкам экспертов, Россия потратила около 250 миллионов долларов на вчерашний ракетный обстрел целей в нескольких украинских городах. Вместо того, чтобы тратить деньги на лечение собственных детей, Россия предпочитает тратить сотни миллионов на убийство детей в Украине. Денег, потраченных на эту однодневную атаку, достаточно для строительства нескольких больниц в развивающихся странах. 600 тысяч жителей четырех южных регионов России остаются без света. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики. Цитирую. Без энергоснабжения находится Ростовская область – более 324 тысяч человек. Краснодарский край – Республика Адыгея – 181 тысячи человек. Астраханская область – более 94 тысяч потребителей. Конец цитаты. Массовые нарушения электроснабжения ведомстве связывают с аномально высокой температурой воздуха. В Карелии студенткам будут платить по 100 тысяч рублей. Местные чиновники и депутаты предложили щедрые выплаты за то, чтобы девушки рожали вместо учебы. Это следует из законопроекта, который уже одобрил Комитет по здравоохранению и социальной политике. Авторы инициативы – глава Республики Артур Парфенчиков, спикер ЗАГС Собрания Элисандр Шандалович и депутаты местного парламента. По их задумке, деньги получат студентки карельских вузов и колледжей, если им до 25 лет они постоянно проживают в республике и учатся очно. При этом, если девушка родит погибшего ребенка, денег ей не дадут. Выплаты начнут уже с 1 января 2025 года. Она это планирует выделить из бюджета почти 5,5 миллионов рублей. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. А губернатор Приморского края Олег Кожемяка анонсировал строительство Центра подготовки снайперов. Там, цитата, будут организованы детские и юношеские военно-патриотические программы, спортивные и военно-прикладные мероприятия. Конец цитаты. По словам главы региона, Центр снайпинга «Восток» под Владивостоком будет готовить специалистов для стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции более 2 километров. Инструкторы с боевым опытом будут, цитата, передавать свои знания молодым ребятам. На такое решение Кожемяка вдохновил визит путинского полпреда на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Вместе с ним губернатор уже осмотрел площадку для будущего полигона. Боже, Юрки кончены. Субтитры создавал DimaTorzok